добрый день ну что давайте начнем прежде чем включу трансляцию буквально пару слов значит у нас сейчас начинается вебинар по теме параметризация ресурсной спецификации значит мы с вами работаем в демонстрационной базе 1s rp обычно спрашиваете версию версию у нас 257 150 и так что такое ресурсная спецификация каким образом она может быть много доменклатурной ну давайте посмотрим саму ресурсную спецификацию я поясню что я имею ввиду во первых давайте не будем путать мы создавая ресурсную спецификацию действительно можем создать ее на список номенклатуры то есть в этом случае у нас будет несколько номенклатурных позиций которые выпускают в рамках выпускается в рамках одной ресурсной спецификации в некоторых случаях это используется и при параметризации тоже частности при расчете по формуле чуть позже я это тоже буду вам показывать но я имею ввиду все таки немного другое обратите внимание что во первых если мы задаем какую-то ресурсную спецификацию для номенклатурной позиции мы ее можем детализировать для характеристики а можем это не делать то есть создать общую номенклатурную позицию на общую ресурсную спецификацию на одну номенклатурную позицию на все характеристики сразу и второй момент у нас есть возможность создать ресурсную спецификацию на вид номенклатуры то есть не детализируя ее до конкретной номенклатурной позиции, хотя в некоторых случаях делает и то, и то, то есть мы можем указать вид номенклатуры и при этом указать, что имеется в виду конкретная номенклатурная позиция. Что в этом случае будет происходить с материалами и работами? Для этой цели у нас есть следующий механизм. Мы в первую очередь будем отталкиваться от того функционала, который представлен на этой закладке, хотя используется он не только там, где еще я тоже постараюсь вам показать. Во-первых, у нас существует понятие автовыбора, пока здесь выбирать особо нечего. У нас здесь существует функция автовыбора и у нас здесь существует функция расчета по формуле. Функция расчета по формуле. Вот эти вот две основные функции мы с вами и будем разбирать. Для того, чтобы показать, как работает этот автовыбор, как работает расчет по формуле, давайте я сейчас сделаю следующее. У нас вот этот функционал, он очень тесно завязан на реквизиты номенклатуры. И поэтому я не стал делать никаких предварительных настроек, их мы сейчас с вами будем делать вместе. Я перехожу в НСА администрирование, номенклатура, и я создам новую номенклатуру, новый вид номенклатуры для начала, который будет называться готовая продукция с характеристиками. Как вы уже поняли, характеристики общие для вида у нас здесь будут предусмотрены. И вот теперь нам надо с вами ознакомиться с функционалом дополнительных реквизитов. Значит, у нас какая будет продукция? У нас будет продукция, которая будет называться полка деревянная. и у нее будут характеристики по цветам. Значит, соответственно, нам потребуется дополнительный реквизит, который будет заложен в характеристике и который будет называться цвет. Давайте я сейчас, значит, запишу. Я прошу, мне пропала демонстрация. Попала демонстрация, странно. А, что-то отключилось. Сейчас. Появилось? Мы в порядке. Да, значит, ну вот, смотрите, и, значит, у нас вид номенклатуры готовая продукция с характеристиками. Характеристики используются общие для вида, и мы с вами создаем новый реквизит характеристики. Точно так же можно создать и реквизит номенклатур. Кстати, это мы тоже с вами сделаем. Значит, реквизиты мы здесь создадим, какие? Для номенклатурной позиции будет реквизит длина. Я вот так вот сделаю. Длина M, длина в метрах. Тип значения. Тип значения у нас будет число. Ну, длина, я думаю, нам хватит трех. Точность оставим один, и она будет, естественно, неотрицательна. Вот. Точно так же создам длина-ширина. Так, тоже это будет целая. И высота. Точно так же. Продолжение следует... Вот у нас есть три реквизита номенклатуры и один реквизит характеристики, он будет называться цвет. Цвет у нас будет дополнительным значением. Что это такое? Если у нас дополнительное значение, это значит перечень значений мы сами задаем на вот этой вот закладке. Например, красный, ну хорошо, красный, синий, зеленый. Дополнительные реквизиты. Где это будет срабатывать? Ну, во-первых, давайте для начала разберемся с характеристиками. Надеюсь, что-то это такое объяснять никому не надо. В принципе, это функционал достаточно типовой. Поскольку у нас реквизиты общие для вида номенклатуры, мы в принципе прямо здесь в виде номенклатуры можем задать перечень этих характеристик. И вот когда мы будем задавать перечень этих характеристик, мы увидим, что в рабочем наименовании, помимо рабочего наименования, у нас еще существует дополнительный реквизит характеристики, в котором доступен для вида вот это вот... Вот эти вот значения, которые мы только что ввели. Понятно, что мы можем просто тут поставить синий и написать здесь цвет синий. Ну, тут, возможно, конечно, ошибка, поэтому я использую еще одну возможность, которая у нас есть в программе. Так, у нас здесь есть вот такой вот вариант шаблона наименований. Значит, шаблонная характеристика, шаблон наименований характеристики будет выглядеть следующим образом. Значит, сейчас мы в это погружаться не будем. Значит, у нас будет состоять рабочее наименование характеристики из слова цвет плюс значение вот этого дополнительного реквизита. Проверяем формулу. В формуле ошибок нету. Вот, и обратите внимание, у нас по умолчанию установилось, что редактировать рабочее наименование нельзя. Почему? Потому что оно будет формироваться автоматом. Давайте я это запишу и покажу вам, как это работает. Так, синий. Цвет синий. Красный. Видите, рабочее наименование я не могу редактировать. Цвет красный. Зеленый. Цвет зеленый. Ну, вот у вас характеристики появились. Теперь давайте создадим номенклатурную позицию. И номенклатурная позиция у нас какая будет? Номенклатурная позиция у нас будет полка деревянная. И я напишу размеры. Размеры у нее будут 1, 0,3, 0,3. Так, что еще у нас здесь есть? Сейчас у нас здесь дополнительные реквизиты недоступны. В принципе, есть возможность в программе сделать так, чтобы они отображались здесь по умолчанию. Но мы можем до них добраться, если нажмем «Показать все». Вот, значит, в дополнительных характеристиках вы видите, что у нас есть возможность ввести длину, ширину и высоту. Обращаю внимание вот на этот значок. Этот значок указывает, что ведется для полки деревянной 1, 0, 3, 0, 3. Учет в разрезе характеристик. Какие характеристики у нас есть, я думаю, вы еще не забыли. Так, давайте я взгляну. Пока у нас все нормально. Вопросов нету. Так, возвращаемся к системе. И, значит, смотрите. Мы с вами сейчас должны сделать еще одну вещь. Понятно, что полку деревянную мы изготовим из древесины. Этот материал у нас здесь есть. И второй момент нам, для того, чтобы у нас полки были разные, нам нужна краска. Значит, краску мы тоже вот сейчас сделаем. Так, значит, вид номенклатуры. Тоже будет у нас характеристика. Ну, хотя, значит, здесь можно обойтись без нее. Давайте вот так вот сделаем. Значит, характеристика все равно новую делать. Так, значит... Так, значит, прошу прощения. Материалы с характеристиками. Так, значит, характеристики есть. Дополнительные реквизиты. Значит, дополнительный реквизит мы возьмем из другого набора. Так, это будет из набора характеристик. ГПС характеристиками цвет. Добавить, как есть. Откроем и посмотрим. У нас опять те же самые значения. То есть, по сути дела, мы работаем с одним и тем же реквизитом, просто используем его в разном виде номенклатуры. Так, значит, давайте я создам номенклатуру краска акриловая. Единица хранения, пускай будет литр. Так, и зададим характеристики по этой самой краске. Значит, ну, то же самое. Зеленый. Значит, здесь я не делал автозаполнение, поэтому надо аккуратненько создать красный. И создать синий. Ну, а теперь давайте мы попробуем с вами создать ресурсную спецификацию для вот этой самой полки. Как это будет выглядеть? И где мы сможем использовать параметризацию? Итак, ну, у меня вот уже открыта ресурсная спецификация. Я укажу, что у меня номенклатура. Номенклатура полка деревянная. Так, нет, это, видимо, немножечко у нас не то. Давайте я посмотрю, как это у меня здесь. А, полка деревянная. Понятно. Значит, полка... Вот. 1, 0, 3, 0, 3. Любая характеристика, одна штука. Изготавливаться у меня все это безобразие будет из чего? Из... Так, давайте сразу так вот сделаем. Изготавливаться у меня это будет из древесины и из краски. Краска акриловая. Значит, и вот здесь как раз мы можем для краски акриловой задать автовыбор. Значит, смотрите. Я нажал автовыбор и здесь у меня есть какие варианты. Указываются спецификации. Краска акриловая. Это обычный способ, с помощью которого указываются материалы здесь. Указываются свойства продукции. Значит, сейчас нам это недоступно, потому что свойств продукции нет. Уточняется при производстве. Но это означает, что мы сейчас вообще ничего не решаем. вот, все будет решаться, когда уже будет формироваться этап. Но мы все-таки номенклатурную позицию с вами определили. Это не совсем та задача. Нас интересует характеристика. И вот здесь мы можем указать, что характеристика определяется по свойствам. и идет настройка соответствия свойств. Значит, ну, в принципе, в принципе, программа вот это вот свойство, она как бы нам уже подсказывает. В принципе, мы можем в это вмешаться, но смысла я особо не вижу. В принципе, она показала нам именно то, что нужно. Существует еще вариант, определяется по алгоритму. Но алгоритмы мы с вами не задавали. И задать алгоритм для этого уже нужна доработка и использование расширения. Давайте проверим. Все нормально. Свойства есть. Определяется по свойствам. Значит, теперь о количестве. Значит, понятно, что здесь, поскольку мы с вами используем задание свой для номенклатурной задания для одной номенклатурной позиции, нам как бы расчеты не особо нужны. Да, мы, поскольку у нас размеры есть, мы прямо можем вот это вот все здесь задать. Но так бывает не всегда. И мы же, если вы не забыли, могли задать вот этот механизм для вида номенклатуры, а там, соответственно, могли быть разные номенклатурные позиции. Соответственно, у нас может возникнуть задача пересчета, да, то есть, чтобы определить, сколько нам потребуется древесины, мы должны обратиться к свойствам номенклатуры и как-то это просчитать. Давайте попробуем это сделать. Значит, у нас есть расчет по формуле, и вот здесь мы можем ввести формулу. Значит, обратите внимание, значит, кто не знает, как работает вообще вот эта вот форма, да, значит, то, что вы видите в левом окне, это операнды, это операнды, это то, что мы можем использовать для того, чтобы провести расчет, то, что мы вкладываем в формулу. Здесь то, что мы с этой формулой делаем, значит, это у нас какие-то разделители, ну, по сути дела, скобочки, это арифметические операторы, это логические операторы, сравнение, больше, меньше, равно, ну, и так далее, и это функции. Значит, по функциям я сейчас отдельно вам покажу, значит, что здесь имеется в виду. И внизу мы формируем с вами формулу, то есть, в принципе, в принципе, да, формулу мы можем по расчету количества древесины сформировать следующим образом. Значит, длина умножить на ширина плюс длина умножить на высоту плюс ширина умножить на высоту. значит, причем у нас вот значит длина на высоту это единичка, а вот тут у нас будут две стенки, да, и здесь у нас тоже будут две стенки. Вот, плюс мы вот это все безобразие у нас получается общая площадь стенок, да, мы это все умножим на толщину стенки, ну, предположим, толщина у нас будет там два сантиметра, значит, умножить на ноль и у нас в метрах все ноль-два, вот так вот, умножить там, ну, 10% у нас пойдет в отходы, то есть еще надо умножить на один и один, значит, вот смотрите, вот такая формула, формулу мы можем проверить, и сейчас она выдаст ошибку, с чем связана ошибка, специально, значит, вам говорю, чтобы вы обратили на это внимание, десятичный знак, точка, всегда, вне зависимости от настройки вашего компьютера, десятичный знак у нас, всегда точка, так, и вот здесь я лишний ноль поставил, так, проверяем, так, формуле обнаружены ошибки, программе все равно не нравится то, что я написал, давайте я пробегусь еще раз, значит, для такой длинной формулы, значит, возможно, имеет смысл ее вот так вот разбить, так, вот тут вот я, честно говоря, не вижу пока ошибки, давайте еще раз, оператор или разделитель, основное изделие, так, ну, хорошо, значит, в том случае, если выдается такая ошибка, причину которой вы не совсем понимаете, значит, надо сокращать формулу и искать, где что-то сработало не так, давайте попробуем вот так вот сделать, так, так, здесь вроде все нормально, давайте, длина умножить на ширина, длина умножить на высота, значит, где-то вот тут не поставил, похоже, из-за этого, длина умножить на высоту, плюс ширина умножить на высоту, умножить на 2, проверяем, все нормально, умножить на 0,0,2, проверяем, нормально, и умножить на 1,1, проверяем, нормально, значит, ну вот, в принципе, формула у нас появилась, сохранить и закрыть, сохранить настройку, количество вычисляется по формуле, значит, краска акриловая, я не буду особо мудрить, поставлю 0,5, но, в принципе, так, по идее, краску акриловую мы тоже здесь можем просчитать, значит, обращаю ваше внимание, что возможно, конечно, ситуация, когда у нас 0 тут получится, то есть вообще данная позиция не включается, хотя это лучше сделать с помощью другого механизма, у нас здесь есть еще механизм условий использования, значит, мы можем привязаться к этому условию, и, например, сделать следующее, указать, что данная краска, она используется только в том случае, если у нас характеристика равна или не равна чему-то конкретному, так, значит, ну, это я сейчас делать не буду, в принципе, я здесь уже все заложил, мне достаточно добавить еще этап, значит, этап у меня будет называться основной, и подразделение, ну, давайте, вот у меня есть цех 99, я его использую, ну, в принципе, все, что необходимо, я, так, статью калькуляции, материалы основные, все, что необходимо, я вроде бы задал, действует, вот все, у меня ресурсовая спецификация есть, так, давайте я вернусь, посмотрю вопросы, так, поговорите, пожалуйста, как реализовать выбор различного материала с характеристикой, с различным количеством расхода по значению свойства номенклатуры, например, выпуск, полка, дерево, зеленый, полка, материал, металл, цвет, зеленый, расход, 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 значит, ну, вот смотрите, вы все вот эти вот параметры, которые здесь перечислили, вы должны заложить в ресурсную спецификацию и дальше заложить, простите, в номенклатуру, как отдельные параметры, то есть как отдельные дополнительные реквизиты, то есть у вас будет реквизит материал, реквизит цвет, реквизиты связанные с размерностью, значит, если речь идет о материале, ну, вот здесь вот материал, древесина зеленая, значит, явно у древесины есть тоже какая-то характеристика по цвету, металлический лист зеленый, вот здесь у металлического листа тоже есть какая-то, какой-то характеристика, какой-то реквизит по цвету, не обязательно, кстати говоря, характеристика, то есть у вас может быть номенклатурная позиция, металлический лист зеленый и у номенклатурной позиции будет вот этот вот реквизит цвет, вот, что касается того, что у вас получается достаточно разнородные расходные материалы, материал, вот здесь как раз и надо использовать условия, то есть один материал у вас по условию какое-то свойство равно дерева, да, используется, если свойство не равно дерева, не используется, второй материал, да, металл, он используется в том случае, если свойство готовой продукции, материал равно металлу, ну вот, в принципе, так это и выполняются. Вот. Значит, приведение учета по схеме производства без заказа. Нужна ли нам будет для учета ресурсная спецификация для автозаполнения материалов, использованные в производстве без заказа? Продукция с характеристиками, материалы тоже с характеристиками. Да, но это не обязательно. Могут быть материалы, могут быть материалы без характеристики. Ну, хорошо, мы можем это попробовать, но, в принципе, пустой строки не должно быть. Как правило, вот, насколько я помню, программа это нормально отработает, отрабатывает. То есть, как правило, это свойство конфигурации. То есть, это какая-то ошибка, этого не должно быть. Надо посмотреть точно, как это у вас выглядит. Значит, что я еще хотел вам показать. Значит, смотрите, я специально вам вывел сюда формулы, которые используются. Но, значит, на самом деле, там формула минимум-максимум, формулы. Но здесь, как она работает, я думаю, объяснять не надо. То есть, она вполне себе логична. Вот. Значит, математические функции округления, целая часть, в принципе, здесь тоже все должно быть понятно. В округлении обратите внимание на аргумент разрядности. вот вот эта вот функция по основанию степень. Имейте, пожалуйста, в виду, кто уже так математику подзабыл, степень, она может быть дробной. Соответственно, вы с помощью по и корень тоже можете извлекать. Да, степень одна, вторая. Вот вам квадратный корень. Хотя, поскольку это используется так достаточно часто, отдельная функция квадратный корень здесь тоже есть. Ну, тригонометрия не комментирую. Да, как бы тут тоже понятно. Вот. Причем обратите внимание в стандартных вопросах по специалисту по производству там где-то эта функция тоже используется. И вот здесь у вас будет запись вот на то, что я написал здесь. Обратите, пожалуйста, особое внимание. Тоже, кстати говоря, в вопросах есть. здесь не совсем логичное формат. Ну, условия-то как раз у вас вряд ли вызовет какие-то вопросы, потому что здесь формат он достаточно прозрачный. Может, непривычно то, что там сама функция это просто вопросительный знак. Ну, а дальше по аргументам все понятно. Условия значения, если истина, значения, если ложь. Здесь как бы все очевидно. А вот здесь нет. Значит, выбор по порогу у него несколько сложный такой формат. Вот. Вы сначала X это показатель, который вы анализируете. Дальше то порога 1 действует значение 2, до порога 2 значение 1, до порога 2 значение 2, ну, и так далее, и так далее. Значит, ну, вот смотрите, здесь анализируется показатель X. если его значение до 10, то 1, если до 20, то 2, если до 30, то 3, если больше 30, то 4. Вот. Вот такая вот немножечко непрозрачный формат функции. Так, ну, давайте попробуем что-то сформировать. Я сейчас еще раз гляну. Вопросом, что-то новое появилось. Так, ну, хорошо, да, Сергей, спасибо за подсказку. Ну, разобрались, да, внимательные вы, это радует. Так, ну, давайте сформируем. Это мы потом. Значит, давайте сформируем с вами что-нибудь. Статус действует. Заказ на производство. Создать новый организация, ну, предположим, орион, цех 99, добавить полка деревянная, выберем какую-то характеристику, количество 2, ну, все остальное как бы, получатель. Склад основной. Запускаем к производству. и давайте попробуем это сделать. все. Какой туда, пардон, залез. Понятно, что сейчас будет ошибка, связанная с обеспечением, но это нас сейчас не очень интересует. давайте посмотрим, что она сюда заложила. Ну, обратите внимание, значит, краска акриловая, она определила количество, вот, и здесь проведен расчет количества древесины, необходимое для выпуска. Значит, не указала она здесь склад, но это потому, что для краски акриловой нету соответствующего, соответствующей настройки по схеме обеспечения. Так, значит, смотрите, ну, вот это вот первое, что я хотел показать. Значит, второй момент. Давайте мы с вами залезем снова в ресурсную спецификацию, разблокируем ее, и я хочу обратить ваше внимание на следующее. Я показал вам, как это работает для материалов и работ, но на самом деле, если мы посмотрим на трудозатраты, здесь также возможен расчет по формуле. Если мы посмотрим на побочный промежуточный выпуск, здесь тоже доступен автовыбор и расчет по формуле. На закладке основное, если бы у нас задавалось все для списка номенклатуры, обратите внимание, здесь тоже есть кнопки автовыбора и расчет по формуле. Они неактивны, неактивны почему? У нас сейчас фокус стоит на основном изделии, а вот для неосновного изделия это кнопки будут вполне себе работоспособны. И еще одно место, где вы эти кнопки увидите. Значит, сейчас у нас идет для оценки длительности этапа по общему времени. Если мы будем использовать виды рабочих центров, то здесь мы тоже получим возможность расчета по формуле. То есть практически все в ресурсной спецификации может быть завязано на использовании вот этих формул расчета. Автовыбор, да, автовыбор есть не везде. Автовыбор, он предполагает прямое взаимодействие между отдельными номенклатурными позициями. Так, значит, где еще возможны варианты? Какие они могут быть? Так, давайте посмотрю по вопросам. Да, значит, где еще у нас возможна вариативность? Значит, смотрите, у нас здесь есть тут такая хитрая штука, которую используют относительно редко, но иногда она бывает достаточно функциональна. Я добавлю, у нас по-моему было, есть лак древесный, пускай будет он. Я поставлю там один литр, не суть важна, материалы основные, и вот тут у нас есть такая интересная штука, которая называется применение материалов. применение материала. Значит, казалось бы, казалось бы, значит, вот это вот настройка, она носит чисто такой вспомогательный информационное значение имеет, с какой вероятностью вы используете вот это вот материал. Но на самом деле все не так просто. Давайте я поставлю по требованию и поставлю вероятность 60%. К чему это приведет? Давайте проверим с вами. посмотрим, как программа отреагирует на это. Значит, смотрите, в принципе, в принципе, значит, программа сюда ничего вот такого по требованию не включила. Вот. Но в том случае, если мы будем использовать вот эту функцию подобрать по спецификации, значит, вот эта позиция будет показана с указанием, что она применяется по требованию с определенной вероятностью. Значит, если там стоит по умолчанию, ну, значит, соответственно, она будет включена всегда. Но это не все. На самом деле, так, еще раз гляну. Так, пока вопросов нету. На самом деле, вот эта вот настройка, она вылезает еще в одном случае. Значит, обращу ваше внимание вот на что. если вы используете подсистему планирования, вы при создании сценария планирования в том случае, если вы предполагаете использование планирования производства, вы можете включить расчет потребностей в материалах, видах ЭЦ и трудовых ресурсах. Эта настройка будет влиять на формирование планов закупок, она будет влиять на формирование соответствующих отчетов, которые формируются для плана производства. И вот здесь у нас есть настройка наиболее вероятная, оптимистичная, пессимистичная. Эта настройка как раз и использует вот это вот поле применения материалов. Использует она по какой логике? Оптимистичная. Если у нас там в планировании будет стоять оптимистичная, то, где стоит по умолчанию, планируется без поправки на вероятность. То есть, если стоит по умолчанию, вот здесь вот, давайте я вернусь к ресурсной спецификации. вот, значит, вот если здесь стоит по умолчанию, вне зависимости от того, какая вероятность здесь стоит, она здесь не обязательно стопроцентная, при использовании оптимистичной стратегии будут закупаться основные материалы в стопроцентном количестве. То есть, вот эти вот проценты, они просто не учитываются. То, что не по умолчанию, альтернативный материал, он просто планироваться не будет. Он туда включаться не будет. наиболее вероятно, это значит, что к закупке будет планироваться и материалы по умолчанию, и материалы по требованию, но с поправкой на вероятность. И то и другое правится. И пессимистично это ситуация, когда мы закупаем основные материалы без поправки на вероятность, то есть, в стопроцентном количестве, так, как указано здесь, а альтернативные с поправкой на вероятность, так, как указано здесь. Вот. Вот здесь тоже мы имеем дело с определенной вариативностью в расчете. Так, ну что, уложились с большим скрипом, но, в принципе, то, что я хотел показать, я вам показал. Какие вопросы у вас есть? Так, если начать ввести учет по схеме производства без заказа, а потом через какое-то время перевести с планированием по заказу, да, ничего менять особо не надо, там, в принципе, это два параллельных процесса, они не взаимоисключающие и достаточно часто начинают работать как раз с производством без заказа, а потом начинают уже плановое производство подключать. То есть, ну, можно так делать. Ресурсные спецификации можно, можете сразу настроить, можете настроить потом. ресурсные спецификации это такая изменяемая вещь, но прекратите использовать одну, начнете использовать другую, которая будет работать с усложнением, ничего такого сложного. Так, ВПП для вида норматива возможен либо только ВРП, да, можно, 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 неменклатура не имеет два значения цвета, поэтому, так, стоп, неменклатура не имеет два значения цвета, поэтому, здесь нужна характерище, что неменклатура не может одновременно иметь два значения цвета, но будет у вас цвет 1 и цвет 2, я не вижу здесь никаких сложностей-то, пожалуйста, сделайте. Так, еще какие вопросы у вас есть? Значит, ну, хорошо, пока там, значит, вы вопрос формулируете, полка или деревянная, или металлическая, ну, и что, у вас материал полки, там, реквизит-материал, реквизитов может быть сколько угодно, на внедрение, которое у меня было в первом квартале этого года, их было около 40 дополнительных реквизитов в одной номенклатурной позиции, вот, будет материал, реквизит, материал дерева, материал металл, в зависимости от этого материала, вот, по условию будет выделяться, будет использоваться либо деревянный, либо металлический лист, вижу здесь проблему, обратите внимание, вот, кстати, когда я там показывал настройка по свойствам, там же несколько свойств можно использовать, там не обязательно одно свойство, пожалуйста, укажите несколько свойств, несколько связок, так, значит, пока вы формулируете вопрос, значит, два момента, которые я хотел для вас озвучить, я, безусловно, так, сейчас отвечу, да, значит, пока там копятся вопросы, значит, я хотел бы озвучить еще два момента, значит, один момент я озвучиваю по просьбе руководства нашей компании, да, мы, как, наверное, все игроки на рынке на этом, приветствуем приход новых кадров к нам, о чем мы вас и хотим уведомить, да, у нас есть соответствующие вакансии, вакансия программиста, вакансия аналитика, вот, у нас достаточно много задач, достаточно много проектов, вот, значит, если кто-то находится в поиске, мы будем рады вас видеть, с удовольствием с вами пообщаемся и найдем какие-то возможности использовать ваши таланты, значит, а вот, значит, по аналитику я еще пару слов скажу, как вы наверное понимаете, для меня это как раз то, что связано с аналитикой ближе, вот, значит, с учетом того, что с аналитиком все непросто и здесь здесь зачастую требуется достаточно разнородное знание, я хочу вам сказать, что в следующем году мы планируем запустить курс подготовки аналитиков, значит, сейчас я покажу вам приблизительный вариант программы, вот, она, правда, еще дорабатывается, но примерно, значит, я покажу вам, о чем у нас будет идти на этом курсе речь, и этот курс нацелен на то, чтобы люди, которые там, ну, как-то хотя бы знакомы с программой, обладают какими-то базовыми знаниями в предметной области, чтобы они могли получить знания необходимые для работы аналитиком, консультантом, аналитиком, ну, и, естественно, с какой-то последующей перспективой трудоустройства, значит, соответственно, о том, когда будет этот курс, мы будем сообщать, да, вот, но если кому-то это интересно, вы, как бы, этот интерес уже можете засветить, вот, вот такая вот рекламка, сам себя рекламирую и имею право. Так, значит, 40 характеристик или 40 наборов значений характеристик, 40 характеристик у одной номенклатурной позиции, соответственно, естественно, у каждой, не, 40 реквизитов дополнительных, 40 дополнительных реквизитов, естественно, каждый реквизит предполагает список значений, где-то там числовые были значения где-то был перечень делалось это для того чтобы с сайтом взаимодействовать и для того чтобы можно было опять на сайте делать авторасчет заказа сложная система освещения вот там требовалось такой непростой подход так какие то вопросы еще есть так давайте я вот здесь посмотрю так интересно конечно молодцы это я так понимаю по курсу тщательно так так значит есть продукция одного формата который упаковывается по одинаковому как сделать так чтобы упаковку выделить в отдельную ресурсную спецификацию или еще как чтобы можно было и менять ее в одном месте ну собственно говоря разбиралась это все вы обратите внимание что в ресурсной спецификации мы можем задать не обеспечивать да мы можем задать произвести вот значит и указать спецификацию по которой будет осуществляться производства ну и используйте спецификацию при необходимости вы ее меняете программа то что нужно делать в рамках этой спецификации выделит в особый этап так вы знаете николай тут вопрос такой сложный у нас все пройдет там только старт поэтому как это все ляжет сложно сказать но я думаю что в какой-то степени да по крайней мере закрыть какие-то лакуны возможно знаниях может быть и для тех кто уже играет на этом поле может быть тоже полезным но вообще конечно ориентация курса она больше для новичкам стоимость стоимость не готов ответить но в любом случае она будет невысокой там в основном выставляем из соображений чтобы как бы серьезно к нему относились вот как бы вопрос заработать там не стоит сейчас тем более что там по моей практике как правило там первый второй прогон он приводит к тому что курс приходится дорабатывать вот что-то обязательно вылезает что-то новенькое какие-то вопросы новые интересные появляются вот так ну и значит смотрите по общим планам значит я так понимаю что многие здесь не в первый раз сюда со мной общаться приходят я думаю что в следующем году уже у меня на январе я ничего не планировал скорее всего я вот этим курсом и буду заниматься а дальше мы уже будем запускать серию вебинаров связанных с планированием с использованием рабочих центров то есть будем разбирать те настройки которые связаны с рабочими центрами и их дождем сердце вот ну и дальше там когда разберемся сердце ну там на самом деле хватает всякого дойдем до мест я надеюсь вот такие перспективы ну все спасибо до курса налить издание предметной области значит вот смотрите ситуация какая аналитик который приходит сознанием предметной области там ну хотя бы сознанием бухучета например он выигрышной ситуации оказывается знаете аналитик это всегда своего рода переводчик между программой и заказчиком он должен как-то уметь понимать обоих поэтому но это полезное свойство это как бы повышает эффективность но это необязательное требование в принципе материал в том смысле что знание предметной области это не то что необходимо для усвоения материала курса но знание предметной области существенно повышают вашу востребованность в дальнейшей работе так надеюсь да сделаем расшелочку так есть одна продукция изготавливает 3 цеха детали на каждую деталь первого цеха ну да либо списком можно я же говорил что там скажем если идет раскрой трех деталей из одного листа их можно выпустить списком пожалуйста можно так если вопросов больше нет ну тогда завершаемся спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...